На связи РЖД Арена и самое время начинать огромный футбольный вечер. Сегодня четвертый тур российской футбольной премьер-лиги и главный матч русского футбола последних лет. Московский Локомотив против Зенита из города Санкт-Петербург. Локо ТВ специально для вас перед игрой, в перерыве и после матча. Дмитрий Занин, болельщик Локомотива с огромным стажем. Дмитрий Баринов, футболист футбольного клуба Локомотив с большим стажем. И Александр Гришин, тренер футбольного клуба Казанка, футбольный специалист с огромным стажем. Рады вас всех здесь приветствовать. Мы рады приветствовать всех, кто сейчас к нам подключился и всех, кто сейчас вместе с нами будет ждать этого матча. И в первую очередь огромная игра, большое событие. Есть ли сейчас какое-то волнение внутри, потому что Зенит фантастический ход набрал. У Локомотива невероятный характер в последних играх, мы это видели во всех трех. Что вы сейчас чувствуете, Дмитрий? Ну, всем добрый день, в первую очередь. Ну, мне тяжело всегда там с трибуны, со скамейки смотреть и наблюдать. Тем более в такие большие матчи я пару раз уже пропускал такие большие встречи. Поэтому мне очень тяжело и не по себе. Но я надеюсь и верю в лучшее, верю в свою команду, в нашу команду. И то, что мы покажем достойно и красивый футбол сегодня и обязательно должны победить. Александр? Давайте говорить о том, что встречаются сегодня два лидера нашего чемпионата, нашего футбола. Это золотой призер и серебряный призер команды, которые играют в Лиге чемпионов. По игре команды соответствуют своему уровню, по статусу матч соответствуют своему статусу. Поэтому будет интересно последить за сегодняшней игрой, как построят свои расстановки и схемы команд тренера, в какой футбол кто будет играть. Поэтому будет очень интересно за этим матчем наблюдать. И в последнее время, конечно, Зенит для Локомотива очень неудобный соперник. Немножко Локомотив в последних двух играх просел. Но будем надеяться, что сегодня мы возьмем реванш и заберем свои три очка. Потому что Зенит все-таки набрал максимальное количество очков. И Локомотив, сыграв обидную ничью с Уфой, где, наверное, все-таки мы все рассчитывали взять три очка и то же самое быть на первом месте, сейчас вместе с Зенитом. Но немножко произошла осечка и сегодня надо поправлять ситуацию именно в очковом плане. Ну вот сейчас мы видим на экране расписание матча четвертого тура. Уже сыграны четыре встречи. Спартак обыграл Урал, Нижний проиграл Уфе. Ахмат сенсационно обыграл Динамо и ЦСКА на выезде обыграли Ростов 3-1. Сейчас пришло время для центральной встречи. Если мы сейчас будем говорить... Ну давайте все-таки о составах мы еще поговорим по поводу прошлой встречи. Вы говорите досадная ошибка, но все-таки матч-то выдался невероятно трудным. Во-первых, начнем про удаление Дмитрия Баринова. К этому удалению есть вопросы. По крайней мере, если смотреть совсем уж со всех камер, то не все так очевидно. Расскажите, Дима. Ну, я считаю, что... Ну, как бы это не мое судейское дело, а все вот эти всякие эпизоды. Но по мне, если мы будем в каждой игре судить такие штрафные пенальти, то футбола вообще не будет в стране. Вот сейчас мы видим обзор как раз момента первого тайма. Мне рассказывали, подтвердить правду. А вот как раз и момент этого нарушения. Ну, посмотрите, он прокидывает мяч, он попадает мне в ногу. Мяч на моей стороне, в котором он прокидывал ногу, меня удаляет. Конечно, Дима правильно говорит. Человек прокидывает мяч и уже начинает падать заранее до момента. Поэтому здесь никакого нарушения. Не то, что карточки, а никакого нарушения нет. Посмотрите, он уже заваливается заранее. И здесь уже по механике Дима уже не может остановиться. Здесь надо было давать вообще фолл засимуляции. Посмотрите, ноги подгибают. Здесь еще важна, мне кажется, все-таки эмоция тела и вот эта мимика, скажем так. Потому что он же не просил этот пенальти. Он сейчас, если посмотреть момент чуть дальше, он просто встает дальше, доигрывает и дальше идет футбол. И потом судья говорит, нет, вы знаете, все-таки обычно, когда игрок чувствует, что есть хотя бы малейший шанс зацепиться за пенальти, наверное, будет об этом говорить. Судье, он даже не спорил и не требовал. Ну вот, он зацепился. Мне говорили, что он с вами общался после игры. Да, он подошел ко мне и сказал, что никакого пенальти не было. Это честно, я прям стоял в открытую, я вышел из раздевалки, он стоял, он говорит, Бара, никакого пенальти. Но в любом случае счет мы уже не изменим. И на самом деле огромное уважение нашей команде, локомотиву, что даже отыграв целый тайм в меньшинстве, сумели сравнять и было даже ощущение, что если тайм второй еще продолжить, еще минут 15, можно даже, наверное, за победу было зацепиться. Было такое? Да. Каково вообще играть, когда в каждом матче пропускаете первыми и постоянно нужно включать в этот режим, а теперь играем на характере? Тяжело? И это же какая-то, не знаю, особенность, наверное, должна быть. Ну, далеко не всем командам вообще это под силу. Переламывать, каждый раз переламывать, переламывать. Ну, начнем с этого, то, что посмотреть, с каких голов мы переламывали исходы. И нам домашний матч нам не сочетали гол чистый. Начнем с этого, да? Хорошо, я пройдусь. С СССР человек фалит на рефате, нам ставят штрафной, нам забивается штрафной. В Уфе ставят пенальти, который якобы я свалил, и мы пропускаем и проиграем. Ну, у нас такая команда, у нас характер команды, и поэтому мы бьемся и отдаемся силу в каждом матче. Ну, в любом случае, мне кажется, после таких матчей, как сказал Пабло, команды становятся только крепче, сильнее, и так воспитывается чемпионский характер. Ты понимаешь, что что бы ни случилось, на выходе все равно парни будут биться до конца, сражаться, и в итоге, ну, судьба должна так или иначе что-то благодарить. В итоге у нас в трех матчах набрано 7 очков, хотя оба матча были невероятно тяжелыми. Если сейчас говорить о составах, состав очень интересный, и, честно говоря, я был удивлен. Когда мы смотрим состав Локомотива, разумеется, в первую очередь нас интересует он, то сразу три позиции вызывают вопросы. Ну, во-первых, впервые в старте выходит Дмитрий Живоглядов, во-вторых, впервые в старте Тингидвай, в-третьих, впервые в старте выходит Зелуиш, в-четвертых, три нападающих на поле. Давайте мы сейчас, у нас подготовлена таблица, примерно расстановку Локомотива на этот матч. Дмитрий, прокомментируйте, как вам здесь, все ли правильно стоит, как считаете, как все будет разыграно? Линия защиты, Рыбус, Пабло и Живоглядов. Мага и Куля будут играть два опорника. Магеев и Куликов, они будут два опорника в центре? Два опорника, да. Рифат с Камано чуть к флангам. Рифат лево, Камано право или наоборот? Камано лево, Рифат право. Ну, это уже на поле увидите все сами. Ну, еще тут могут быть небольшие сюрпризики, и что Федя может под нападающими сыграть. А Камано выдвинется в нападение. Ну, то есть схему можно в игре будет так же поменять. Ну, как-то довольно лихо. Ну, все увидите в игре. А вы когда смотрите на такой состав, что чувствуете, Дима? Победу чувствую. Вот, в принципе, с таким ощущением рады идти на стадион. Александр, вы как тренер, когда смотрите на такой состав, вы думаете, что Николич смел, резок? Николич себе не изменяет. Да, если мы просто видели раньше, он играл ромбом, да, в серединочке. То есть, мы видели состав, и Дима правильно подсказал. Нам игра 4-4-2, скорее всего. То, может быть, Смола будет оттянутым нападающим под Луишем, да, по составу. И, конечно, вот эти две позиции Живоглядов и Зе Луиш, они были такие неожиданные. Потому что мы привыкли, что там играет или Лисакович Камано, да, впереди. И правозащитник играл или Димка Рыбчинский, да, или Сильянов в последние игры. И поэтому по позиции, это игроки этих позиций. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Наверное, Николич какой-то сюрприз приготовил. Ну, потому что все-таки Зе Луиш быстрый нападающий, мощный, который, наверное, будет бороться с Ловраном. По поводу, сейчас мы видим кадр тренировок, как раз Дмитрий Баринов, там картинки у нас. Дим, когда готовитесь к игре, вы вообще на какой момент, за сколько дней до игры начинаете прямо вот четко, что мы не просто тренируемся, мы не просто готовимся к очередному матчу. Прямо сейчас мы готовимся к футбольному клубу «Зенит». Когда собирает обычно Николич, рассаживает, начинается теория, начинается убеждение. Начинается с тренировкой, кто-то ошибся, а тебе тут же, а вот Вендел тебе условно этого не простит. Ну, после игры, наверное, дня через два. Если мы не разбираем предыдущую игру, то дня через два мы уже будем понимать, как мы будем играть, как мы будем действовать. И дня два-три будем разбирать соперника. По поводу теперь «Зенита». Вы наверняка же присутствовали на всех тренировках. Что говорит про них Николич? Команда набрала сумасшедший ход. У них четыре матча подряд, четыре победы, забивают кучу мячей. Ну, вообще, довольно грозно выглядит. За последние годы мы очень много и часто играем с «Зенитом», потому что, ну, как бы, команду знаем и примерно понимаем, как они будут сегодня играть. Мы разбираем. Я перед этим сказал, что два-три дня мы разбираем соперника, и мы, вне зависимости от них, будем играть в свой футбол. Это в первую очередь. Вот это самое главное. Давай сейчас посмотрим состав «Зенита». Там тоже есть что обсудить, потому что довольно интересное решение у Сергея Симака. Сразу же мы говорим, что сегодня не играет Ракицкий. Уже объявили, что у него травма в прошлой игре. Он не получил. В итоге круговой. «Сантос» играет перед центрального защитника вместе с Ловреном. Караваев справа. И вот дальше полузащитники Венделл, Кузяев, Бариос, Малком. Вот так мы приняли решение их расставить. И два человека впереди. Это Ерохин, который что-то невероятное творит сейчас в этом сезоне. И Азмун. Они забивают практически в каждом матче. Но если к Азмуну мы привыкли, то к Ерохину мы, наверное, привыкаем, что он с такой бешеной результативностью. Дмитрий и Александр. Когда приезжает... Вот вы знаете, как в компьютерной игре бэк-футболиста, у него там даже вот такие значки какие-то появляют, что он супернастрой, суперудар. Он сейчас там суперскиллы у него. Что с ними делать-то? Как играть? Вот сейчас сначала вам, как к тренеру. Вы ждете соперника. Симак ничем не удивляет. Симак знает эту схему 4-2 полностью. Единственная замена Дзюба произошла. Но Дзюба, давайте говорить прямо, что не очень впечатляет последние игры. Симак это и сказал сейчас. Да, что эти сильнее, чем Дзюба. Да, видите, Симак даже это подтвердил. Потому что Дзюба, наверное, все-таки нагрузился на чемпионате Европы. И сейчас себя не очень хорошо чувствуют. Дают, наверное, набрать форму. И ставится Ерохин. Потому что Ерохин на самом деле показывает сейчас фантастический футбол. В каждой игре забивает голы. И здесь расстановка, в принципе, читаемая. Дугла Сантос сейчас в центре преимущества и Локомотива. Особенно, когда у нас такой атакующий состав. Я так думаю, Дугла Сантос очень хороший футболист, качественный. Просто здесь замена Рахинского произошла. И у Симака другого качественного футболиста в эту позицию не было. И поэтому с таким соперником, как Локомотив, который борется и будет бороться за чемпионство, рисковать, ставить молодого футболиста, наверное, неправильно. И поэтому сдвинули Сантоса в середину и поставили молодого игрока на край. А так все читаемо. Будут Малком и Вендал смещаться в середину поля, делать преимущество. И Ерохин будет играть под нападающим. Азмун играть будет на острие. Скорее всего, так. Да, да, да. Мы разбирали это, кстати. То есть были к этому готовы. Да, да, да. По поводу Дугласа в центре защиты. Когда человек играет не на своей позиции? Когда вот он практически большую часть карьеры бегает по бровке, сейчас его ставят в центр? Это ведь немного разная история. Расскажите, насколько сложно футболисту меняться? Окей, если ты играешь словно центрального защитника и опорного полузащитника, наверное, это более схожие позиции, чем с края уходить в центр. Или нет? Поправьте. Ну, правильно сказали уже, что он очень хороший футболист в первую очередь. А я думаю, что им не составит никакого труда. Единственное, что... Сразу скажу, что за Луишем ему лучше не бороться. Просто... За Луиш машина? Конечно. А у них-то дзюбы нет, а за Луишем у нас есть. И, кстати, по поводу еще за Луиша. И сейчас Николич сказал, что он абсолютно здоров. Другое дело, что, может, не до конца смел форму набрать, что на 90 минут в бешеном темпе его хватит вряд ли. Но, тем не менее, выйти и взорваться с первых минут у него силенок сейчас точно хватит, и поэтому на него сильно рассчитывают. Сегодня определяющую роль будет играть середина поля. И я сегодня, когда пролистывал разные спортивные сайты, вот там сопоставляли, что центр поля Зенита, Вариос и, допустим, Венделл, и центр поля Локомотива, Куликов и Макгеев. И вроде как Куликов и Макгеев выглядят не так убедительно, как Бариос и Венделл. Как нужно действовать против, вот когда, условно, 2 на 2 вы играете? Есть ли смысл пытаться вот прям лоб в лоб сталкиваться, или нужно как-то изящнее, я не знаю, придумывать, подстраховывать? Как действовать? Ну, это хорошо, когда недооценивают, там, эксперты все. Я считаю, что и Мага, и Куля, да, эти ребята опытные, там, с большим опытом футбола, но наши ребята работяги, трудяги. А давайте еще, вот это очень важный момент, а что требует Николич от опорного полузащитника? Вот главное требование, когда он каждый раз вам кричит на поле, напоминает на тренировках, что он постоянно от вас хочет. Главное, что должен делать опорный полузащитник? Ну, а прямо вот именно отборный или атакующий. Ну, вот это ваша позиция. Сегодня играют опорного полузащитника Магеев-Куликов. Что от них вам требуется? Отбор и быстро, да, вперед играть. Отбор вперед, отбор вперед сразу? Да, при отборе быстро вперед играть, да. Но при этом еще должны, которые игроки спереди играют, они должны хорошо открываться. То есть сразу только мяч у нас, тут же все включились, разбежались, поехали. Как говорится, в атаке пошире. Как говорил Классик. Это фишка Николича, он изначально приехал. Если кто анализирует игру Локомотива, то идет быстрый отбор, и все, особенно Камано, открывают свободную зону. И первая передача ее в свободную зону на Камано, или условно сегодня Залуиш будет играть. Поэтому это фишка Николича, и Локомотив должен на этом сегодня сделать разницу. Если будут хорошие отборы у Куликова и Макеева, именно хорошие вот эти быстрые выходы в выбегание. Да, да, да. Наверное. Когда вы разбирали «Зенит», вы наверняка что смотрели, обращали внимание, ОК, он много забивает, вопросов нет. Но он пропускает в каждом матче по два, стабильно по одному. За счет чего? Ну, то есть там, я сегодня смотрел обзоры, там не читается какая-то системная недоработка где-то. Но тем не менее эти голы не случаются. И при Ракитском, и при Лаврене, которые, ну, считаются, возможно, сильнейшая связка в чемпионате. За счет чего Локомотив сегодня будет лучше? Ну, это боевой настрой. И, как я сказал, что при быстром отборе играть быстро вперед, и чтобы хорошо открывались нападающие. Локомотив в этом сезоне в целом выглядит довольно убедительно. Выиграли первый матч, выиграли второй. Во втором встречались с ЦСКА. С ЦСКА было интересно, потому что это Березуцкий строит новую команду. Наиболее, вот скажем так, топовый матч с Локомотива, наиболее такой близкий к образцовому Локомотив, мы видели в какой игре в этом сезоне? Когда вот прямо понимали, что Ильин Николич сказал, вот это было условно 80% от того, что... Я скажу, что были разные игры. С Арсеналом дома мы большую половину атаковали. Второй матч с ЦСКА. Первый тайм, да, мы атаковали, но второй тайм нас посадили, и мы хорошо обороняли. Александр, у вас впечатление осталось какое? Вот где был топовый Локомотив? По качеству, по качеству игры. Мне больше всего понравился второй тайм с ЦСКА. Там даже владение, владение мячом было, 70 на 30 в пользу Локомотива. И вот этот гол первый, то, что забил ЦСКА, немножко подпортил первый тайм, немножко растерялись, но потом взяли себя в руки и показали, что сейчас Локомотив намного сильнее по качеству игры, чем ЦСКА. И это подтвердил второй тайм, потому что были еще моменты, можно было еще реализовывать, но самое главное в таких играх просто забрать свои три очка, и три очка при хорошей игре. То, что Локомотив продемонстрировал во втором тайме. Давайте сейчас пиковый момент нашего включения, и мы объявим конкурс, который будет проходить в инстаграме футбольного клуба Локомотив. Сегодня под последним постом в клубном инстаграме Локомотива нужно оставить комментарии, когда у Локомотива пройдет первая замена и кто выйдет на поле. Разыгрывать мы будем, как вы думаете, Дмитрий. Что? Разумеется, клубную футболку с вашим автографом. Поэтому, да, вы расписывайтесь, а мы еще раз объявляем. Инстаграм футбольного клуба Локомотив. Заходите в инстаграм, последний пост, и там в комментариях отмечайте, на какой минуте и кто выйдет на поле. Стартовый состав мы уже сегодня обсудили. Кто может выйти на поле? Ну, во-первых, все-таки давайте мы еще раз покажем, что первый, кто оставит правильный комментарий, он выиграет вот эту футболку. Дмитрий Баринов, шестой номер, здесь автограф. Все очень серьезно, это не какая-то шутка, это розыгрыш самый настоящий. На ваш взгляд, первый, кто должен будет выходить на поле, если условно счет 0-0, игра равная, бьемся, бодаемся, кто должен выходить? И какова вообще философия Николича? 0-0, игра равная. Мы усиливаем, добиваем, додавливаем, или мы аккуратненько приберегаем и в целом главное не пропустить. А мы сейчас можем разговаривать? Обычно во время гимнов не говорят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну какая красота! Насколько величественная музыка! Кто выйдет? Счет 0-0 в перерыве. Я думаю, Лисакович первым выйдет на замену. Согласен, Зулуиша поменяет выйдет Лисакович, если нам надо будет усиливать атаку, может быть еще Камано туда включится, как атакующий игрок. Блеск! В любом случае сейчас включать трансляцию на Матч ТВ. В перерыве обязательно возвращайтесь к нам, мы продолжим вашу работу здесь в студии. И Антон Миранчук. Антон Миранчук, фундамент. Мы обязательно продолжим работу здесь, в перерыве, еще после матча все будет. Оставайтесь с нами. Время дать стачи. Здесь есть место и лишать им цвета. И снова на связи РЖД-Арена. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире, в перерыве главного матча русского футбола последних лет. Зенит-Локомотив. Локомотив Зенит будем назвать вещи своими именами. И будем являть составу правильной, составу играющей команды сегодня. Елена Фомина, главный тренер женского футбольного клуба Локомотив. Александр Гришин, тренер футбольного клуба «Казанка». Сегодня мы с ними анализируем все то, что происходило в первом тайме в этом матче. Главное впечатление. Есть ли ощущение, что какая-то из команд выглядит получше, посильнее? Мне кажется, равная абсолютно игра. Единственное, мы имели момент у Золуиша. И то, что Смолов забил этот мяч, наверное, это приятно для болельщиков, но на самом деле результата пока нет. Александр, когда ваш игрок не забивает в таком моменте, как меня забил Золуиш? Особенно, когда перед этим Смолов забил в моменте, в котором вообще никто бы стал бить в такой ситуации изначально. А если бы ты пробил, то не факт, что ты кто бы попал вообще в этой ситуации. После того, как Смолов забил вот так, а Золуиш не забил вот так. Что говорят Золуиш? Или мне не надо ничего говорить? Ну, у Смолов было вне игры, будем объективны. Но если бы Смолов забил этот гол, можно было бы обвинять Киржакова, потому что такие голы не забивают практически в большом футболе. То, что Золуиш вышел один на один, это хорошая комбинация. То, что мы перед игрой говорили, это быстрый отбор и быстрая хорошая атака. Но здесь надо было исполнять. И Золуиш слишком прямолинейно пробил сильно его вратаря. Если бы попал чуть-чуть в угол, я думаю, Локомотив повел бы и сейчас играл уже по счету. Есть ощущение, что как раз у Зенита таких вот суперявных моментов-то не было, как у Локомотива, но условно. Выход один на один, чтобы прям вот все, здесь и сейчас, решая, будет гол. Довольно натужно играет соперник. Но в конце концов Локомотив играет сильнее. Сказать такое ощущение лично у меня. Если по поводу судейских решений сейчас говорить, момент, который обсуждают все, который сейчас будут еще долго проговаривать, Кузяев сзади цепляет по ноге Живоглядову. Кузяев уже есть желтая карточка. Вторую желтую карточку ему не дают. С одной стороны у нас есть Сергей Карасев. Лучший российский судья прямо сейчас. С другой... Не было ли ощущения, что, может быть, жалеет, что не хочется, чтобы сейчас резко что-то менялось? Как думаете? Но было на всех повторах видно. На всех повторах видно. Да, касание было. Мое мнение такое. Мое мнение такое. Это топовая игра. Это играют два лидера нашего чемпионата. И мне кажется, все-таки, да, там был фолл, был такой фолл, плюс-минус на усмотрение судьи. И в такой игре, наверное, все-таки красная карточка должна быть именно красной карточкой, чтобы оставить соперника в меньшинстве. Надо, наверное, более такой... Железобетонный уже. Железобетонный, да. Елена, к вам вопрос. У нас три человека впервые вышли в стартовом составе в этом сезоне. Желогляда впервые в старте. Тин Едвай впервые в старте. Центрального защитника играет сразу в матче с Зенитом. И Зелуиш, как вам изначально? Потому что перед игрой мы обсуждали, что, во-первых, три нападающих. Во-вторых, вот такой интересный состав, когда три человека впервые выходят в старте. Насколько справляются? И кто вам, может быть, особенно понравился? Давайте с Тиной Едвая начнем. Как он вам? Ну, мне кажется, что, судя по результату, да, и, как мы все видели, что особо моментов Зенит не смог создать, значит, мы играем правильно, мы играем компактно, мы играем строго по своим позициям, и игроки справляются с этой задачей. Поэтому для них, возможно, это, ну, первый матч, да, но не первый в карьере, поэтому здесь проблем не должно быть. Когда Едвай сюда привозили, все прекрасно знают, что это один из важных игроков Байера, человек, финалист чемпионата мира по футболу, то по нему видно, что это игрок топ-уровня? Ну, как-то вот даже сейчас был момент в конце матчика, он по-русски кричал «давай-давай». Ну, то есть вообще сам факт, что ты, а, что-то командуешь партнером, понятно, что это оппозиция, но тем не менее на русском, ну, как-то вот сразу так, все, ребят, я здесь, я с вами. Видно, что он топ? Ну, конечно, видно, что он сильный игрок, и уровень его соответствует, да, команде, в которой он есть. И не просто так человек чемпион Европы, и здесь говорить о том, что он лидер, я думаю, что да, можно. У нас качественные игроки, есть еще и Мурила, который сейчас с травмой, да, поэтому за центральную зону беспокоиться не стоит, поэтому Лысова отдали в Ахмат, потому что есть Е2, и он сегодня показывает с Пабом, что они, Лена правильно сказала, есть плотность в обороне, есть подстраховка, и практически один удар только Азмуна, да, был у Зенита, и больше Зенит ничего не создал, поэтому можно говорить о том, что, наверное, все-таки сегодня защитники не сгладят, конечно. Первый тайм, мы говорим, по первому тайму претензий к ним нет. Когда мы уходили с нашей первой студии перед перерывами, я спрашивал при счете 0-0, что будет делать Николич, вы вместе с Бариновым сказали, скорее всего, будет Лисакович, возможно, Антон Миранчук. Ничего не меняется. Скорее всего, если все так и будет идти, нужно будет выпускать человека вперед. Елена, как думаете, Лисакович и Миранчука? Ну, мы понимаем, что такие матчи – это одна ошибка, да, один эпизод, который может решить ход встречи, поэтому я думаю, что да, и, конечно, будет корректировка, и, может быть, не сразу, а где-то с середины второго тайма, я думаю, что мы будем усиливаться в атаке. И еще неизвестно, опять же, как состояние здоровья Дмитрия Живоглядова, потому что был момент, когда он держался за ногу, просил остановить игру, а у нас может сегодня дебютировать Нейрти Князян, крайний полузащитник, может играть крайнего защитника, который перешел как раз из ЦСКА, буквально в последнюю минуту разминался здесь без манишки. Очень важный момент у нас настрелит жидфутболка футболного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов. Он перед матчем на ней расписался, и еще не было замены у «Локомотива» в этом матче. Так вот, у нас есть конкурс. Кто в комментариях под последним постом в инстаграме «Локомотива» напишет и угадает игрока и минуту, на которую он выйдет, тот, соответственно, и получит эту футболку. Мы с вами обязательно свяжемся в конце матча, подойдем итоги. Итак, футболка Дмитрия Баринова с автографом. А теперь мы переходим к главной теме, которая затмит даже, наверное, этот матч. Лига чемпионов приходит к нам сюда, в «Локомотив». Женский футболный клуб будет играть впервые в истории, в Лиге чемпионов женской, 18 августа и 21-го. Такой формат, что сначала отборочный раунд, четыре команды играют в группе, и в группе у «Локомотива» это лондонский арсенал, клубу больше 30 лет, они 12-кратный обладатель чемпиона Англии, из Нидерландов PSV Эндховен, казахстанский «Окжит-пёс». «Окжит-пёс» и «Арсенал» нас интересуют в меньшей степени пока, потому что формат турнира от Ковши в четыре группы, две играют между собой, затем финалы, и кто из финала выходит, это попадает в Лигу чемпионов. Соответственно, наш «Локомотив» будет играть с PSV Эндховен. Что вы скажете? Насколько это сурово? У них была девушка Джоэля Смитс, которая забивала там по бог знает сколько мячей, они ее продали в Вольфсбург, а больше у них забивать-то особо-то перенеком, я смотрю. Ну, если говорить по сопернику, конечно, они играют в атакующий футбол, 4-3-3 у них схема, и достаточно обученные игроки высокого класса, очень много игроков, которые составляют сборную Голландии, Нидерландов сборную, и мы знаем, что Нидерланды – это чемпионы Европы 2017 года и вице-чемпионы чемпионата мира, поэтому говорить об уровне команды, наверное, ну, здесь все понятно, да, что это сложный будет для нас матч, но шансы у нас есть, и мы будем стараться проходить. У нас есть Нелли Коровкина, которая забивает практически в каждой игре, которая лучшая футболистка России, наверное, прямо сейчас. У нас есть роскошный тренер, но мы, когда играем в Лиге Чемпионов, мы понимаем, что это суперважный турнир, что это, возможно, первый шанс в жизни для многих девушек. Вы будете выходить на эту игру как? Это наша Черкизова? Или Лига Чемпионов? Это слишком серьезно, поэтому давайте поспокойнее. Нет, это наша Черкизова, и мы будем доказывать право свое на участие в Лиге Чемпионов. Мы хотим пробиться как можно дальше, и, естественно, команда к этому шла долго, три года, чтобы играть в Лиге Чемпионов, поэтому наша сейчас максимальная задача это как можно пробраться дальше и выступить успешно. У нас есть игроки высокого уровня, у нас команда три года практически в одном составе играет, и, на мой взгляд, составляя конкуренцию сборной России и ряд игроков, у нас много игроков в сборной, мы готовы играть и готовы максимально добиться результата и выйти дальше. Просто если кто вдруг не в курсе, то женский футбольный клуб Локомотив прямо сейчас, это в последних двух сезонах серебряный призер чемпионата России всегда выше был ЦСКА. В этом году обыграли дважды «Зенит», который идет вторым, а в этом году уже недавно обыграли ЦСКА, совсем недавно это случилось. В полуфинале Кубка России хлопнули клуб Рязань ВДВ 5-0, пять мячей в первом тайме, то есть Локомотив женский, сейчас вообще лучшая женская футбольная команда России, причем с отрывом в 9 очков, потому что до второго места в чемпионате России 9 очков, там «Зенит» идет, «Зенит» дважды в этом сезоне, еще раз повторюсь, обыграли наши девушки. Нет ли ощущения какой-то успокоенности, что вы знаете, как у нас надо быть в Еврокубках, когда клуб очень здорово выигрывает, ну, играют себя в внутреннем чемпионате, выходит в Еврокубок, а там совершенно иной уровень. Мы часто видим это с российским футболом, к сожалению. Ну, на самом деле, в начале пути мы знали, что мы хотим играть в Лиге чемпионов, к этому шли, и готовимся даже не к нашим матчам чемпионата, а проговариваем постоянно, что в Лиге чемпионов надо будет прикладывать еще больше усилий, и девчонки, в принципе, готовы на этом уровне играть, и готовы, потому что они в сборной играют на высоком уровне и с сильными соперниками. Мне кажется, что никакой спокойности нет, а есть только, ну, такое уверенность, да, уверенность, она пришла за счет матчей, за счет побед, и, конечно, что касается внутреннего чемпионата, но большинство из них также будет первый раз участвовать в Лиге чемпионов, и для них это тоже будет определенный опыт. Это очень-очень-очень важный опыт, и очень важно, чтобы наши девушки выглядели убедительно, потому что сейчас формат такой, что ошибаться вообще ни в коем случае нельзя. Так, 18 августа начинаются первые матчи этого группового этапа отборочного. Арсенал с Акжитвесом играет в 13.00 в Москве на Сапсан-арене. В 19.00 самый главный матч этого сезона в женском российском футболе «Локомотив» с ПСВ. 19.00 приходите на Сапсан-арену, поддержите наших девушек, лучших девушек России, играющих в футбол прямо сейчас. А 21.00 уже финал, и матч за третье место. Елена Фомина, главный тренер женского футбольного клуба «Локомотив». Александр Гришин, тренер футбольного клуба «Казанка». Футболисты скоро появятся на поле. Здесь «Локомотив», «Зенит». Голосуйте, оставляйте свои комментарии в аккаунте «Локомотива» в Инстаграме, кто на какой минуте выйдет на поле в составе «Локомотива». Выигрывайте футболку. Смотрим футбол, счет 0-0, и мы верим в победу нашего «Локомотива». После игры сюда возвращайтесь, естественно. Только «Лока», только победы скандировали сейчас болельщики здесь, на стадионе РЖД «Арена». И мы фиксируем финальный счет в этом матче. «Локомотив» и «Зенит» сыграли 1-1. Главный матч российского футбола последних лет. И сегодня счет равный на последних минутах сравнял Федор Смолов с пенальти. Пропустили мы тоже с пенальти. И сейчас у нас главный герой этого матча сам Федор Смолов, автор «Забитого мяча». Федор, сейчас как внутри? Не знаю, какое-то двоякое впечатление, наверное, потому что играли большую часть игры, ну не большую часть игры, вернее, там достаточное количество времени в большинстве. И пропустили там контратаку необязательную. В итоге проигрывали 0-1 и в конце сравняли счет, поэтому не знаю, что сказать. Играли против «Зениту», наверное, потому как складывалась игра, что проигрывали, по итогу даже 10-рым. Хорошо, что удалось сравнять. Как нужно было играть, когда как раз остались в меньшинстве Николич? Что говорил, как объяснял? Потому что «Зенит» очень уверенно возвращался назад, они прям встречали практически все, со всем составом у своей штрафной. Не давалось никак пробраться. За счет чего нужно было обыгрывать? Ну, это очевидно. Я думаю, что любая команда, которая в меньшинстве играет более компактно, более низко, стараясь не пропустить, потому что преимущества одного игрока это все-таки много. Не знаю, думаю, что, наверное, нужно было больше проводить как-то через фланги, скрываясь, с помощью навесов, подачи. Сейчас расскажите про то, как вы себя чувствовали, когда у «Зенит» практически бывали редкие очень атаки, но тем не менее они были опасные. Насколько волнительно было, что с одной стороны в большинстве может как-то давила эта ответственность, когда у них один шанс не могут и не забить, никто им слова не скажет. Вы, когда играете, в большинстве это как-то давит, и тем более, когда сперник вываливается. Да, ну нет, я не могу сказать, что это как-то давит, просто я думаю, что ни для кого не секрет, кто как бы футбольные люди. Они понимают прекрасно, что когда команда играет в меньшинстве, то они более мобилизованы, более компактно и более собраны действуют, чем при равных составах. Поэтому нам нужно было стараться как бы забить гол, что тоже там логично и естественно, плюс мы играли дома. К сожалению, там пропустили контратаку необязательную, что привело к финалите. У «Локомотива» такая сейчас серия тянется, что в четырех матчах подряд «Локомотив» пропускает первым, но при этом отыгрывается и не проигрывает. Что чувствуете в этот момент, когда, ну я не знаю, какой-то характер, это воля, вы не обращаете внимания на то, что вы уступаете в счете. В этом моменте что-то включается внутри, когда вы чувствуете себя мощнее и сильнее. Я думаю, что, ну никто не хочет проигрывать, просто действительно вы правы, что раньше, когда «Локомотив» первый пропускал, мы практически не одерживали волевые победы. На моей памяти только там здесь матч с Оренбургом, когда мы уступали, победили 2-1. Вот. Это говорит о том, что мы стали сильнее, как коллектив, все бьются друг за друга, не хотят уступать и не сдаются до последнего. За то «Локомотив» хочется болеть. И последний вопрос по поводу вашего забитого мяча. Когда шли бить с точки, заранее планировали? Знали ли, как играет Киржаков? Куда будете? Ну, нет. На самом деле, от себя отталкивался, потому что мы на тренировках пенальти отрабатываем, поэтому, в принципе, готовился. Знал, что буду туда бить. Огромное спасибо. Поздравляем. Спасибо вам. Настящая игра. Федора надо отпустить. Мы продолжаем свою работу здесь, в студии, на РЖД-арене. Сейчас. Федора надо уже отвезти в раздевалку, потому что сейчас наверняка Марко Николич будет говорить какие-то важные слова. Александр, как вам-то игра? Ну, согласитесь, в целом, во-первых, самое главное, по футболу, по уровню футбола, по накалу, по настрою, в целом, это было интересно. Ну, мне очень футбол понравился, тем более, мы смотрели с тобой, Дима, от поля прям, да, было видно движение, было видно вот этот дух футбольный, мотивация футболистов, поэтому футбол был хорошего качества. Ребята старались. Единственное, конечно, правильно Федор сказал, когда было удаление у Зенита, надо было, наверное, все-таки больше вскрывать оборону Зенита через сланги, потому что был такой у нас нападающий, хороший, как Зелуиш, который играет здорово вверху, и, наверное, мы побольше поимели бы моментов какого-то давления, остроты около ворот соперника. А так, я так думаю, то, что мы с тобой говорили, если перед игрой бы сказали бы и Зениту, и Локомотиву, что будет ничья, наверное, одна-вторая команда остаются в лидирующей гонке и будут бороться, наверное, в этом сезоне за Лигу чемпионов, за место. Ну, как раз, вот вы уже отметили, да, что у нас в составе Зелуиш, которого Марку Николич нам на входе представляет как человека, который, да, здоров, но готов ли он играть все 90 минут, это большой вопрос. В итоге он отбегал все 90 минут, и до последнего момента создавал угрозу воротам соперника, и это, конечно же, ну, честно говоря, заслуживает уважения, потому что он понимал, что он нужен, что с ним Локомотив сильнее, и он оставался на поле. Сегодня Нейр Технезян, у нас, да, три человека, мы еще раз говорим, три человека впервые в сезоне вышли в стартовом составе, Тин Едвай, блестяще, Дмитрий Живоглядов, да, после большого повреждения ушел, покинул поле, Зелуиш впервые вышел в стартовом составе, и Нейр Технезян сегодня дебютировал за Локомотив. Когда мы смотрели футбол, вы сказали, это мой воспитанник. Расскажите. Ну, не секрет, что он играл у меня в молодежной команде ЦСКА, это хороший футболист, я рад, что он оказался в Локомотиве, такой футболист, который всегда любит выигрывать, он пришел в эту команду помогать, бороться за Локомотивы, за высокие места, он сегодня играл первую игру, и сыграл на своем уровне, не сказать, чтобы очень сильно помог в атаке, но, в принципе, неплохо сыграл в обороне. Я так думаю, что на первое время он сыграл так, как его просил Николич. Вообще было волнительно в какой-то момент за Локомотив, потому что у нас в составе одновременно, ну, сколько, 7 желтых карточек мы получили, при этом в какой-то момент на поле были человек 5, наверное, с желтыми карточками. Это как-то влияло на внутренние ощущения, особенно когда, ну, Карасев уже в какой-то момент все расчехлил карман с красными, и понятно было, что все, Кузяев ушел, и в следующем может быть вообще кто угодно. Ну, все, эта дверь открыта в раздевалку назад. Волновались, когда, тем более, игра пошла на встречных курсах, когда, опять же, Макеев свалил Азмуна? С ним согласен с тобой, но давайте похвалим мы Карасева. Он держал игру в своих руках, он знал, когда показывать карточки, когда не показывать, когда остановить игру, когда успокоить футболистов, поэтому такой вот футбол именно судья сделал, открытый, он давал бороться, поэтому много карточек, но, еще раз говорю, мы встречались два лидера, каждый футболист боролся на каждом участке поля, поэтому за борьбу какие-то карточки судья давал, но и в то же время давал бороться, это очень хороший момент для нашего судейства, потому что мы знаем, что уже иностранные тренеры, как Шварц, как тот же Николич, они обозначали, что у нас слишком лояльное судейство, которое любой фол дается желтой или красной карточкой, мы сегодня видели судейство европейского уровня, что Карасев и доказал, еще раз говорю, надо отдать должное командам, которые слушались судью и в то же время навязывали очень хорошую борьбу на поле и в связи с этим столько желтых карточек, но, еще раз говорю, никто не хотел уступать и поэтому вот такая история. Но Рутыга никто не хотел уступать, счет оказался ничейным, мы сейчас видим турнирную таблицу, в ней принципиально расклад сил не поменялся, Зенит как был лидером, так и остался на первом месте, после четырех матчей у него 10 очков, у Локомотива после четырех матчей 8 очков, совершенно понятно, что еще тысячу раз примерно все в этой таблице поменяется, но главное, что принципиальному лидеру, принципиальному сопернику, принципиальному конкуренту мы сегодня не уступили, да, даже в том моменте, когда приходилось действительно целый тайм практически играть в большинстве, и все равно мы видели, как действовали и Малком, ставший олимпийским чемпионом, и Азмун, даже на невероятной усталости все равно не убегали, создавали опасность у наших ворот, тем не менее, Локомотив сегодня выстоял, если говорить сейчас еще по поводу нашей команды, по поводу Локомотива, ну скажем, тройку вот сегодня игроков, которые вас впечатлили, кого выделили? Ну, мне понравился Эдвай, честно говоря, Эдвай понравился, Тим Эдвай, да, дебют стартов. Понравился Залуиш, как играл, то, что мы говорили, он создавал напряжение, он боролся, и он выдержал 90 минут, хотя на него, наверное, все-таки рассчитали минут на 60, и, наверное, третий игрок, это Смолов, креативный футболист и забил гол ворота Зенита, поэтому вот эти три игрока, наверное, можно выделить, но, как говорится, нельзя выделять игроков, когда команда хорошо играла, этим игрокам помогали другие ребята, которые были на поле, поэтому здесь надо сегодня отметить хорошую игру Локомотива, единственное, немножко смазали мы второй тайм, при удалении Зенита мы все-таки два момента свои ворота получили, получили вот это не очень хороший момент. Это правда, если бы забил Вендал, если бы забил Азмун сначала, а потом Вендал следом, это была бы, конечно же, катастрофа, ну, наверное, наверное, все все разберут, всем все объяснят, потому что Пабло, защитник, очень опытный, он много раз выручал, да, тем не менее, сегодня, может, ошибся, но были люди, которые подстраховали и которые ситуацию исправляли, важная история, на самом деле, ну, Ле Путин, на такой момент, когда смотрел, может быть, обратили внимание, когда назначили пенальти в ворота Зенита, да, после просмотра, тем не менее, неважно, и пошел бить Федор Смолов, я смотрел на Марку Николича в этот момент, это просто самоспокойство, взял бутылку воды, он вот так ходил по своей технической зоне, он даже не смотрел в сторону ворот, весь стадион смотрит на Смолова и на Киржакова, весь стадион на ворот, он смотрит демонстративно в сторону, он слышит шум, что все забили, вообще ни капли, вот-вот просто ничего в нем не дернулось, абсолютно настолько вот он уверен был в том, что все будет нормально, или это, или это, или это что? Таком момент от тренера ничего не зависит, здесь единственное, надо говорить о том, что видно у Николича какая-то примета есть, многие тренеры, которые не смотрят, когда игрок бьет пенальти, и ориентируются по звуку трибун, если мяч попал, трибуны взорвали, значит это гол, здесь надо еще, Дим, отметить хорошую поддержку наших фанатов, наших болельщиков, да, они очень хорошо поддерживают, что и сегодня здесь было всего-то, ну, прям по регламенту, нынешнему пускают, совсем буквально копейки, но тем не менее, шум был постоянный, это здорово. Была слышна поддержка, спасибо болельщикам за это, и надо говорить о том, что футбол с болельщиками и без болельщиков, это вообще две разные истории, поэтому я так думаю, чем мы быстрее в российском чемпионате пустим болельщиков на трибуну, тем будет лучше для футболистов и для всего российского футболиста. В Англии вообще-то практически полные стадионы, но тем не менее, сегодня наша команда, кстати, подошла, поблагодарила болельщиков, они ее тепло поприветствовали. Если теперь говорить по поводу будущего локомотива, впереди 22 августа, матч с Краснодаром, здесь же, затем матч с Динамо на выезде, ну, опять на выезде, все, играют в Москве. Ну, календарь такой-то крепчайший локомотив достался. Хватит ли сил, опять же, с учетом того, что с одной стороны ротация присутствует, действительно, ну, а когда мы говорим про то, кто будет усиливать игру, это мы называем Миранчук-Лисакович, Миранчук-Лисакович выходит, действительно, ну, хорошо, если они будут в старте, не так много сейчас вот каких-то людей, которые могут дополняться со скамейки, как думаете? Я согласен, могла бы, конечно, скамейка быть и побольше, но то, что под рукой Николич и есть, тренер опытный, он работает с этим, условно, как мы говорим, про футболиста нельзя, наверное, так говорить, с этим инструментом, да, но ребята ему верят, ребята выходят, усиливают игру, это самое главное, никто не обижается, выходят с лавки супер мотивированные и придают команде локомотив еще вот этой энергии, свежести, поэтому здесь надо ребят похвалить, те, кто вышел на замену. Ну и в конце концов у нас теперь уже есть Тик Низиан, который заигран, Тинги 2, и все в конце концов начинают немного-немного приходить в себя по поводу Тик Низиана, кстати, очень важный момент, мы сегодня по ходу всей трансляции устраивали конкурс, розыгрыш вот этой клубной футболки локомотива, сзади фамилия Баринов, Дмитрий Баринов был в нашей самой первой студии на стадионе, он на ней расписался, на этой майке, локомотива оставить комментарий, где будет написано, кто выйдет на поле и на какой минуте первым составил локомотива кого выпустят на замену. Вот, и результат, в общем-то, на 46-й минуте начал второй тайм Тик Низиан, тот самый, про которого мы начали говорить, он заменил Рыбуса, надо будет, соответственно, изучить, кто первый оставил этот комментарий, кто был угадал фамилию, а по тем, кто уже ближе угадал время. Ну, а результат этого конкурса локомотив объявит в своих соцсетях и футболка, вот эта с автографом Дмитрия Абаринова, она обязательно отправится к вам. Ну, а мы постепенно завершаем свою работу здесь, справедливости ради, вечер получился очень классным, очень живым. Мы еще раз напоминаем, что у нас впереди матч в Лиге Чемпионов у женского футбольного клуба Локомотив, 18 августа Локомотив ПСВ, самый главный матч в этом году для женского локомотива, потому что, если мы побеждаем ПСВ, то мы остаемся в Лиге Чемпионов, дальше будет матч с победителем пары Арсенал Акжет Пес, и поэтому вот в этот вечер, 18 августа в 7 часов вечера на Сапсан-Арену нужно прийти поддержать наших девушек, они впервые в жизни будут играть в Лиге Чемпионов в женской, и наша команда может серьезно там пошуметь, поэтому обязательно 18 августа в 7 часов вечера поболеем за женский футбольный клуб Локомотив, ну, а мы продолжаем здесь следить за нашим мужским локомотивом, который все еще на четвертом месте, и в матче с принципиальным соперником, сегодня была одержана ничья, снова пропустили первыми, снова отыгрались, команда, которой мы гордимся, в которой мы верим, и которой мы желаем бесконечной удачи, для вас работали Дмитрий Занин, Александр Гришин, тренер футбольного клуба Казанка, я болельщик локомотива много-много лет, и обязательно увидимся еще раз, поэтому всегда помните про локомотив, мы будем говорить много, часто и интересно, главное, не теряйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok